Полтора миллиона рублей на частный детский сад. В Наринмаре подвели итоги конкурса грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Одним из победителей стал социально значимый для округа проект «Негосударственный детсад». Открыть его планируют уже весной 2016-го. Частный детский сад для нашего региона – ноу-хау. Сегодня в Наринмаре, как альтернатива государственным дошкольным учреждениям, существуют только группы временного пребывания, где дети находятся не более четырех часов без питания и сна. Вопрос о создании полноценного частного детского сада назрел уже достаточно давно. Сотни детей в возрасте от двух до трех лет сегодня стоят в очереди на места в сад. А если есть спрос, есть и предложение. На предоставление гранта на создание частного детского сада подали заявки сразу два начинающих предпринимателя. Победителем стало ООО «Садком». Комиссия приняла решение, что предоставить грант, причем грант достаточно серьезный, именно финансово, тому предпринимателю, который уже работает в этом направлении. То есть у него проведена очень огромная подготовительная работа. У них идея уже воплощена в части того, что стоит дом, проходят ремонтные косметические работы, причем уже проходят те работы с учетом всех вот этих разрешений, санпинов, высота раковин для малышей, то есть где поставить кровать, где поставить объединенный стол. Открыть частный детский сад планируют уже весной следующего года, а на деньги, полученные в качестве гранта, приобрести инвентарь и обустроить детскую площадку. Всего на предоставление грантов было предусмотрено 5 миллионов рублей, и финансовую поддержку получили еще семь проектов. Среди них создание электротехнической диагностической лаборатории до 100 киловатт, проект по развитию въездного экотуризма и организации зимних рыболовных туров, организация сбора, хранения и перевозки рыбы, строительство автокомплексов в поселке Искателей, организация клининговой компании, запуск официального сервисного центра обслуживания офисных машин и вычислительной техники, включая бесплатное гарантийное обслуживание и развитие студий иностранных языков «Полиглот». Все эти проекты предполагают создание новых рабочих мест и оказание населению различных услуг. На их реализацию предприниматели получили по 500 тысяч рублей. На что их потратить они решают сами, но за средства придется отчитаться. В течение первых шести месяцев предприниматель реализует средства гранта и отчитывается перед нами за потраченное средство. Весь порядок у нас прописан в соглашении с каждым предпринимателем. По словам Ирины Тихомировой, в течение еще трех лет комиссия будет смотреть, как развивается бизнес у того или иного предпринимателя и по необходимости оказывать помощь. Ирина Цепетова, Александр Туркин, Телеканал Север.